Конечно, в какой-то мере там или здесь присутствует, но то, что мифология о колоссальных сверхдоходах и вкладах и финансовых интересах Путина за рубежом, она оказалась не столь убедительной. После присоединения Крыма стало понятно, что нет никаких явных возможностей помешать этому человеку совершать действия, в которых не заинтересована ни одна ведущая государственная сила в мире. В отличие от Януковича, которого мгновенно просто взяли за какое-то место, который все слил, потому что все, что он имел, он имел в прозрачной сфере, где это можно было отобрать. Здесь явно нет ничего, за что можно было бы схватить. Все, чем Россия была наказана, несмотря на вопиющее бешенство Обамы, это внесение в санкционный список, условно говоря, Суркова, еще 20 человек, и даже у них не нашли, что отобрать. Поэтому в этом смысле у России, я думаю, позиции нормальные. У нас есть определенный круг бизнесменов и так называемых олигархов, у которых явно есть что отобрать, но они не воспринимаются, видимо, западным миром, что действительно так и является. Они не воспринимаются в качестве русской финансовой силы, национальной финансовой силы, для них их собственные братья по ремеслу, не имеющие национальности. А то, что касается наших государственных деятелей, то там все гораздо умнее все придумано. Если это и есть, то это не в той форме, в которой можно этим пользоваться и это отбирать.